Она всё время в спешке и всегда в боевой готовности. Перед выездом на мероприятие обязательно проверит, всем ли журналистам отправлены пресс-релизы и уточнит, какие средства массовой информации займутся освещением того или иного события. Ни одно важное собрание или официальная встреча не проходит без её участия. Работа Татьяны всегда за кадром, но она очень важна и ответственна. Ребят, ну пресс-подхода не будет. Как обычно, пишем со сценой. Если кому-то нужен лайфик, он будет выступать, тогда просто пишем со сценой. В Люберецкую администрацию Татьяна Курилович пришла пять лет назад. На тот момент за плечами у выпускницы журфака МГУ уже был большой опыт. Любовь и интерес к профессии был настолько велик, что на четвёртом курсе она устроилась на работу и на протяжении семи лет трудилась на различных телеканалах. Делала разные программы, от юридических, где я была просто ведущей, до программ о животных. То есть я там была и автор, и ведущая. Вот делала программу о культуре, была ведущей новостин. Кстати, о программе про животных. Этой сферой Татьяна занимается до сих пор. Только не в качестве ведущей, а волонтёра и организатора различных благотворительных мероприятий. Третий год подряд в Люберцах проходит акция в поддержку братьев наших меньших. Она называется «Мы в ответе за тех, кто нам верит». Наши домашние животные находятся рядом с нами, не только потому, что они нами приручены, а ещё и потому, что они действительно искренне нам верят, нам преданы и нас любят. Об этой любви Татьяна знает не понаслышке. Особое место в её жизни занимает домашний питомец Кисандр. Когда-то этот роскошный кот был бездомным. Пока его не взяла под опеку заботливая хозяйка. Понимая, что в современном мире много таких беззащитных животных, Татьяна призывает людей о помощи. «Волонтёрство – это вообще такая очень обширная тема и обширная сфера деятельности, потому что многим кажется, что это очень сложно в это всё вникать. Но, в принципе, волонтёрство – это же не только огромные влияния финансовые. Иногда нужно просто отвезти животное из пункта А в пункт Б, просто разово какую-то помощь оказывать. Можно просто приезжать в приют и гулять с собаками, потому что для них это огромная радость». Волонтёрство – не единственное занятие, с которым Татьяну свела работа на телевидении. Так получилось, что именно журналистика давала толчок к новым этапам жизни. Всё началось с музыки. Ею Татьяна увлекалась ещё в детстве, но первые выступления на сцене начались уже во взрослой жизни. Десять лет назад во время съёмок она познакомилась с музыкантом Дмитрием Мирошниченко. Так она попала в группу «Дом ветров». А ещё нашу героиню можно увидеть на сцене театра. Уже восемь лет Татьяна состоит в театральном товариществе «Ядь». За это время она приняла участие в семи постановках. Для того, чтобы достойно исполнить ту или иную роль, приходится раскрывать себе новые таланты. В спектакле по гипсу «Двое на качелях» нужно было танцевать. Тоже совершенно безумный для меня танец в стиле «Марлин Монро». Это просто вообще не в моём характере, не в моём стиле. Мне было очень сложно вообще. И очень всё непривычно, сложно. Но ещё и вообще вся манера. Ой, ну да, в общем, нужно быть готовым ко всему всегда. И музыка, и театр требуют много времени и сил. Это та сфера, где необходима постоянная работа над собой. К сожалению, Татьяна отдаляется от творчества всё дальше и дальше. Но навсегда уходить со сцены она не собирается. Спектакли, с которыми я совсем не могу расстаться, я, конечно, выхожу иногда на сцену. Ну, очень теперь редко. Очень редко. То, что если ты выходишь на сцену, ты отдаёшь. Ты постоянно должен отдавать. Конечно, когда у тебя ресурс исчерпан, когда ты на работе всё отдал, то пустым на сцену ты не выйдешь. Просто это будет, в общем-то, жалкое подобие. Тот, кто знает об основной работе Татьяны, не удивится. Ведь это колоссальный объём информации, событий, общения с разными людьми. У неё энергии полно. Она с утра до вечера может работать. Причём с одинаковой интенсивностью. Неважно, это ночь, неважно, это утро, неважно, это в выходные. Всегда откликнется, даже если она занята, даже если у неё какие-то свои дела. Она всё равно старается уделить тебе внимание. В этом и заключается особенность Татьяны. Несмотря на плотный график, бесконечные гастроли, репетиции, тренировки, она никогда не забывает о друзьях. Порой отбросив назад плохое настроение, дарит окружающим людям улыбку. Про таких говорят человек с открытым сердцем. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзенко, телеканал ЛРТ.